Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады приветствовать вас в нашем теплом университете. Мы рады тому, что вы добрались до нас, несмотря на зиму, несмотря на то, что на улице холодно, хотя я думаю, что погода сегодня благоволит нам и даже потеплела. Потеплела не только на улице, но и потеплела от ваших улыбок. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Сегодня мы с вами собрались здесь, на дне открытых дверей, и сегодня мы попробуем ответить на все вопросы, которые у вас возникнут, либо с трибуны, либо после окончания заседания, когда вам будет это удобно. О чем вы сегодня услышите? Сегодня с нами, или с вами, в этом зале будут работать Анна Яковлевна Глухая, доктор экономических наук, профессор, завкафедры международного менеджмента и логистики, проректор по качеству образования в нашем университете. Также сегодня перед вами выступит Анатолий Александрович Задоя, профессор, доктор экономических наук, советник ректора, завкафедры международных экономических отношений. Также сегодня вы пообщаетесь с ответственным секретарем приемной комиссии Любой Григорьевной Бойко, который расскажет вам о датах и правилах приема, о тех нюансах, которые будут в этом году при поступлении. Вести это мероприятие буду я, Мишустина Татьяна Сергеевна, начальник департамента маркетинга нашего университета. Скажите, пожалуйста, если можно поднять руку, кто пришел к нам поступать не на первый курс после ЗНО, а после колледжа и техникумов? Да, было заявлено, что в конце вы сможете сдать пробные экзамены. Для того, чтобы не ждать еще полгода и попробовать свои силы, те, кто хочет, после окончания дня открытых дверей, вы можете остаться прямо здесь и пообщаться с нами, пообщаться с преподавателями и выполнить те тестовые задания, которые вам необходимы. Для тех, кто поступает к нам на первый курс, я думаю, будет очень интересно послушать ту информацию, которую мы вам сейчас расскажем. Итак, я хочу предоставить слово Анатолию Александровичу Задоя, который расскажет об особенностях обучения в нашем университете. Доброго дня, шановные друзья! Надзвичайно приятно видеть вас в этой зале. Это приятно мне, это приятно нашим выкладчам, оскільки вы все-таки нашли возможность видать наш университет и визначитесь в такий складный и ответственный период своего життя стосовно своего майбутника. Потому что сегодня закладаются подвалы не вашего майбутника, вы должны визначитесь, где вы будете добывать обучение, какую обучение вы будете добывать. И нам приятно, что среди того спектра выбора, который вы перед собой ставят, а вы где-то бачите и наш университет. Звичайно, сегодня хотел перед вами выступить с информацией наш ректор Борис Ваганчхолин, но, на жаль, обставили несклалися так, что он не смог бы быть присутствием, поэтому я повноважу меня, как глава учебной рады университета, трошки проинформовать вас про особенности навчания в нашем университете. Звичайно, я сьогодні мог бы вам рассказать очень много про життя университета, начиная с его историей, когда он создавался и как, потому что, власне говоря, я працюю в этом навчальном закладе с первого дня его створения, с 1993 года. Скажем, то же самое могла бы сказать Ганна Яковлевна, не дивлячись на то, что у нее такой молодой век, но она працюет в университете практически с первого дня. Тетяна Сергеевна, как випускница этого университета, где она добывала освіту, стала кандидатом, новым доцентом, и много кто из присутствующих наших вкладчиков в этом зале. Но мы про историю говорим сегодня не будем. Я хочу акцентувати вашу увагу буквально на кількох моментах, які повязані з вашим вибором. Власне кажучи, коли ми намагаємося визначитись, де навчатися, зробити свій вибор серед цих 300 университетів, які є в Україні, та серед близько сотні спеціальностей, ми повинні відповісти собі на кілька питань. І я хочу звернути вашу увагу буквально на три моменти, які повязані з цим вибором, і, можливо, роз'яснити, аргументувати позицію університету в цьому плані. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу. Власне кажучи, ви поступаєте в університет, будь-який університет, і маєте за мету щось. От, коли ми відповімо на питання, що ми маємо за мету, поступаючи до університету, тоді нам простіше буде зробити свій вибор. Якщо ми хочемо протягом там п'яти з половиною років просто чудового студентського життя, то це один вибір. Якщо ми хочемо, вибачте, вступити до університету, щоб знайти собі майбутнього чудового чоловіка, це інший буде вже зовсім вибір. Але все таке, абсолютна більшість тих, хто вступає до навчального закладу, мають за мету, перше, це отримати якісну вищу освіту. Якісну вищу освіту. А для того, щоб відповісти на це питання, чи дає той чи інший університет якісну вищу освіту, треба в свою чергу відповісти на три додаткових питання. Перше питання – хто навчає? Друге питання – чому навчає? І третє – як навчає? От, власне кажучи, на цих аспектах якості освіти я коротенько зупинюся стосовно університету. Хто навчає? Якщо ми візьмемо і подивимося на викладацький склад нашого університету, то він сьогодні може гордитись тим, що це один із найякісніших складів серед навчальних закладів. 70% наших викладачів мають наукові ступені та вчальні звані. 70% – це дуже високий показник серед навчальних закладів. Приблизно 50% наших викладачів мають успішний досвід практичної роботи. Тобто, а вони або паралельно працюють десь в сфері своєї наукової спеціальності і того, що вони викладають, або вони до того, як прийти в університет, там працювали. Тобто, вони говорять про якісь речі не тільки на підставі того, що вони глибоко навчали книжки, а на підставі того досвіду, який у них є. 10% наших викладачів, приблизно, близько 10-ти, поєднують викладацьку роботу в Україні з викладацькою роботою за кордоном. Це є визнання того, що вони викладають саме так, як сьогодні визнає Європа. Вони працюють у нас, працюють в Польщі, працюють в Німеччині, працюють в інших навчальних закладах. Близько 50% наших викладачів ведуть заняття англійською мовою. І знання англійської мови – це не просто мода. А сьогодні, якщо ти знаєш англійську мову, ти можеш читати в оригіналі всі сучасні публікації, і ти можеш це доносити до своїх студентів. Так що, якщо ми говоримо про те, хто навчає, то ми можемо стверджувати, що якісний склад наших викладачів дає можливість забезпечити якісну освіту. Чому навчають? От чому навчають – це теж дуже цікаве питання. Багато сьогодні навчальних закладів, на жаль, викладають те, що вони викладали і багато-багато років назад. Сьогодні ситуація докорівно змінилася. Сьогодні немає ще стандартів вищої освіти стієї чи іншої спеціальності. І кожен навчальний заклад сам визначає, що їх буде викладати. І багато хто зупинився на тому, що було, ну, викладали ми отак, і продовжуємо. Через те, що від нас ніхто не вимагає, це робить по-іншому. Ми змінили цю ситуацію вже багато років назад і підійшли до формування того, чому навчати, перш за все, виходячи із того, в чому є потреба. Близько 10 років назад ми створили так звану громадську раду з оцінювання компетентності наших випускників. Цю громадську раду сформували роботодавці, перш за все. І радучись з ними, ми визначаємо. Так, оці знання сьогодні потрібні, сьогодні вони актуальні. Ці знання, вже, вибачайте, трошки застаріли. Цьому ми вже навчати не будемо. Тому зміст нашого навчання визначається, перш за все, от потребою сучасного ринку. Який результат? А результат в тому, що і ринок сприймає наших випускників відповідним чином. Сьогодні лише півпро пів відсотка, 0,5% наших випускників звертається до центра зайнятості. Всі інші знаходять роботу. Тому що вони підготовлені таким чином, що ринок праці їх вимагає і готові затребувати для того, щоб вони працювали. Ще про одну інновацію, яка розпочинається у нас з цього навчального року. Це теж унікальна наша пропозиція. Вона стосується дійсно, чого навчати. От дивіться, в цьому році правилами прийому дозволено одночасно навчатися на стаціонарі на двох спеціальностях. Цього не було раніше. Раніше ти міг навчатись на одній спеціальності за денною формою, на іншій спеціальності за вечірною формою. Сьогодні є можливість одночасно навчатись на двох спеціальностях. Ну, ви розумієте, і я прекрасно розумію, що в повному обсязі і туди ходить, і туди ходить, ну, просто ні одної голови не вистачить. Через те ми йдемо на створення так званих дуальних програм. Тобто ми інтегруємо програми двох спеціальностей і даємо можливість навчатись за одною спеціальністю і за другою спеціальністю, оплачуючи 100% оплати за одну спеціальність і 50% за іншу спеціальність. Ну, наприклад, скажімо, перекладач, філологія англійська мова та література. Більшість випускників цієї спеціальності все одно потім працюють десь перекладачами в бізнесі. Вони в основній своєї масі не перекладають Шекспіра на українську мову. Вони перекладають контракти, вони перекладають різні інструкції. Через те їм потрібне, крім знання перекладу, знання філології, знання економіки, будь ласка, ми пропонуємо паралельно з тим, що ти отримуєш спеціальність філологія, ти можеш стати маркетологом, ти можеш вивчати міжнародні економічні відносини, ти можеш стати туристичним бізнесом і так далі. Тобто, оце дуже цікава така пропозиція, яка дійсно на сьогодні унікальна і ніхто крім нас її не пропонує. Ще один невеличкий момент пов'язаний з тим, як навчати. Він стосується самої методики навчання та методики подачі матеріалу і в кінці-кінців контролю за знаннями. От, я не знаю, чи звернули увагу, кілька днів тому в новинах 1 плюс 1 був сюжет про те, що в гуртожитку відомого київського навчального закладу продають шпаргалки для студентів на чергову сесію. Зараз у студентів, як правило, сесія йде, і от там можеш підійти, замовить, так, мені з національної економіки, з мікроекономіки, з економіки підприємства, дайте шпаргалки, і по 20 гривень комплекс шпаргалок їм продають. Це був такий шум на всю країну, і зараз він ще продовжується. І от для нас це трошки дивно чути. Через те, що виникає питання, а як ви формулюєте питання на іспиті, коли можна підготувати до нього шпаргалку? Ми відійшли вже давно від такої методики. Ми застосовуємо методику європейську на підставі нашого досвіду співпраці з європейськими університетами, коли в екзаменаційному білеті це не просто ті питання, які були на лекції. От тут я бачу, серед вас багато батьків, які теж отримували освіту свого часу, і пам'ятають, що на іспит виноситься 40 питань, в білеті буде там два питання, можеш підготуватися, і потім йти на екзамен. Це вже в минулому. Подивіться, як можна оцінити за однією 20-ю два питання і поставити оцінку за весь курс. І тоді кожен молився, дай мені Боже, щоб мені попалося те питання, яке я знаю. Не буває тепер такого. Тепер на всіх один білет. Всі відповідають на один і той же білет. Але там питання сформульовано так, що ти не можеш просто взяти те питання із лекції чи з книжки, яке було. А ти повинен написати есе, ти повинен розв'язати задачу, ти повинен проаналізувати кейс і таке інше. Тобто методика викладання, вона орієнтована на те, щоб формувати мислення. Не скільки дати знання, скільки сформувати мислення. Звичайно, мислити без певного обсягу знань неможливо, але оце все-таки дуже для нас важливий момент. Ну і ще один аспект, на який я теж хочу звернути вашу увагу, це те, що у нас багато дисциплін викладається англійською мовою. Це знову стосується до того, як викладати. У нас є англомовні програми окремо. У нас частина дисциплін на звичайних українських мовних програмах теж читається англійською мовою. Це просто сучасний рівень, який дозволяє нашим випускникам підготуватись до складного життя. Але це я говорю про якість освіти. І ви можете мені сказати, так, почекайте, чому ви повинні вірити вам, вашим словам, що у вас якісна освіта? А ви не вірте просто словами. Це друге, на що я хотів звернути вашу увагу. Перше, якість освіти, а друге, це міжнародне визнання цієї якості освіти. Ми теж розуміємо, що треба доводити не просто словами, що ви даєте якісну освіту, а треба доводити це проходженням різного роду міжнародних випробувань. От в рамках цих міжнародних випробувань університет єдиний в Україні пройшов міжнародну акредитацію всіх спеціальностей, за якими ми готуємо. Ми маємо 14 бакаларських і 15 магістерських програм, які пройшли міжнародну сертифікацію, міжнародну акредитацію. Є таке агентство ЦЕВА в Ганновері, в Німеччині, і от нещодавно, минулого року, ми отримали цю акредитацію. Це означає, що якість підготовки фахівців у нас, організація цієї роботи, отримала міжнародне визнання. Ми маємо сертифікати ІСО. Я бачу, знову ж таки, батьків тут багато. Я думаю, ви знаєте, що це таке. Можливо, наші школярі ще не знають, але це європейська система стандарту управління якістю. І у нас, ми пройшли цю сертифікацію управління якістю в університеті, і вон визнаний. Ми маємо ще одну акредитацію міжнародну, European Council of Business Education, теж наша програма, підготовки майстри з бізнесом індістрування, пройшла цю акредитацію. Міжнародним визнанням якості освіти в університеті є і те, що ми маємо програму, валідовану університетом Уельсу. Що означає валідація? Валідація означає те, що університет Уельсу, Велика Британія, він визнав, що викладання в нашому університеті йде таким же чином, як викладалось би у них. Через те, для отримання двох дипломів нашого і в університету Уельсу, не треба їхати Уельс. Можна навчатись тут за маломовною програмою і отримати ці два дипломи. Вже 45 наших випускників такі два дипломи отримав. Сьогодні ми маємо можливість отримувати два дипломи, не обов'язково навчаючись англійською мовою. Сьогодні в університеті є цілий ряд договорів про подвійні дипломи з навчальними закладами Європи. І ви можете, навчаючись на будь-якій спеціальності в університеті, отримати як диплом український, так і, скажімо, польський чи кипрський диплом. Такі програми у нас працюють по всім спеціальностям, які є в університеті. Ви знаєте, сьогодні інколи говорять, що українські дипломи не визнаються в Європі. Не вірте. Визнаються. На підставі дипломів нашого університету, бакалаврських, ще не було проблеми вступу на магістерську програму до будь-якого європейського університету. Тобто наш диплом про базу вищого освіту, він визнається. Так, звичайно, це для нас не дуже добре, через те, що ми втрачаємо певну кількість випускників бакалавруата. Вони закінчують бакалаврську програму у нас, а потім продовжують магістерську десь за кордоном. Але, з іншого боку, ми гордимося тим, що даємо таку освіту, яка дозволяє нашим випускникам продовжити отримувати освіту за кордоном. І так, я думаю, що аргументів на визнання, міжнародне визнання, якості освіти, я навів достатньо. І останнє, що я хотів вам сказати. Це третє – якість освіти, визнання, і третє – це атмосфера. Все-таки молода людина пов'язує своє життя протягом п'яти з половиною років з навчальним заходом. І зовсім неоднаково, в якому середовищі прийдеться ці п'ять з половиною років проводити. Звичайно, я хотів би, щоб наші молоді колеги розуміли, що навчання – це складна праця. Це не просто прийшов, є КВН, є спорт, є ще щось, трошки відпочив від школи, і все вже, чекаєш диплома. Ні, це складна праця. Але ця праця повинна бути приємною. Праця ця повинна приносити задоволення. Тому ми намагаємось створити таку атмосферу в університеті, щоб навчання було в радість студентам. Що ми робимо для цього? Перш за все, ми в університеті тут культивуємо відносини партнерства. Відносини партнерства передбачають, що у нас немає такого кордону, це викладач десь там високо, і зверху дивиться, ну що ти там можеш знати. Ні, викладач і студент, вони на одному рівні. Вони партнери в набуті знань. З цього року ми почали запроваджувати ще один такий цікавий інститут, який називається інститут туторства. Тутор – це викладач, який допомагає студенту, як сьогодні прийнято говорити, визначити траєкторію його навчання. Допомагає йому, він не є викладачем якоїсь конкретної дисципліни, він допомагає йому не вивчити якусь конкретну дисципліну, він допомагає йому організувати його навчання. Допомагає визначитись з вибірковими курсами, через те, що 25% курсів обирає сам студент. Він допомагає йому краще навчитися, як писати якісь академічні роботи, чи там курсову роботу, чи есет, чи реферат. Він просто спрямовує його діяльність. І це туторство є досить поширеною практикою в західних університетах, ми теж у себе його запроваджуємо. Тобто студент, будь-який студент, він завжди є в полі уваги. І батьки можуть не переживати, що там загубиться його дитина десь серед всіх інших. То в школі, да, в школі, зрозуміло, класний керівник там все контролює, батько їй розказав. В університеті він не загубиться. В університеті він теж, на нього постійно звертають увагу. І щоб батьки не филювалися, особливо на першому курсі, ми проводимо ще й батьківські збори. Ми запрошуємо після першої контрольної точки, перша контрольна точка – це модуль, модуль обучилися перших вісім тижнів, потім модульний контроль, і ми запрошуємо батьків для того, щоб проінформувати, як йде цей процес. Звичайно, от коли приходиш на ці батьківські збори, то батьки так якось сідають збоку і не дуже хочуть на першу парти сідати. Через те, що вони звикли, як батьківські збори, то це збирають гроші. Немає в нас цього. Я хочу, щоб ви добре запам'ятали, що є єдиний спосіб внесення грошей – це договір. Ми вклали договір між вами, як платниками і університетом, і тільки в межах цього договору гроші надходять в касу університету або на розрахункову роботу. Жодних більше платежів якихось в університеті немає і не може бути. Я хотів би, щоб ви добре собі це уяснили. Не можна в університеті, як кажуть, порішати випроси. Порішати випроси – це вивчати і прийти скласти. Не зміг за перший раз – нічого страшного. Є консультації, ходиш, вивчаєш додатково. От, скажімо, перший курс цього року, в мене особисто була така проблема. Ну, не йде, ну, дехто більше навчалися англійською мовою і, ну, знаєте, в першої місяці ще не адаптувалися. Ну, не все розуміє. І ми з ними збиралися щодня. Щодня вони приходили, ми сідали, і тема за темою ми йшли, йшли, йшли. Зараз вони успішно склали сесію. Так що, в принципі, ми готові допомагати всім тим, хто хотів би рухатись вперед. Ще одне, що стосується атмосфери навчання в університеті. Ми намагаємося, щоб наші випускники отримали якнайкращі знання і були стимульовані до отримання цих знань. Що ми застосовуємо в цьому плані? Є кілька таких кроків стимулювання. Перш за все, перше, на що я звертаю вашу увагу, ми хотіли б, щоб до нас вступали ті, хто має хороші результати навчання із школи. І, ви знаєте, минулого року, якщо взяти по Дніпропетровську, то середній бал тих, хто був зарахований на перший курс, найвищий по ЗНО у Національному університеті Гончара, і другу позицію займає наш університет Альфреда Нобеля, не дивлячись на те, що державних бюджетних місць у нас не було. Ви розумієте, що на бюджет все-таки намагаються йти із більш високими балами. А ми, приймаючи на контракт, маємо другий показник в місті за середнім балом. І для того, щоб стимулювати приход до університету тих осіб, які мають високі показники навчання в школі, у нас діє кілька соціальних програм, кілька соціальних ініціатив, і про них сьогодні ви ще почуєте. Я тільки про одну з них скажу, через те, що тут відбулися певні зміни буквально ось днями. Скажімо, у нас з минулого року вже працювала така система, що всі, хто має за підсумками ЗНО середній бал більше 190, вони приймалися на бюджетні місця за бюджет університету, там благодійного фонду. Тобто вони не сплачували за навчання, це наші бюджетні місця. Але ця особа, яка поступає з такими результатами, вона навчається безкоштовно, якщо вона підтверджує високі результати в кожну сесію. Тобто є відмінником кожну сесію. Якщо, не дай Бог, отримав четвірку, чи може і трійку, все, він позбавляється цього правилу. І нам тоді робили закиди. Кажуть, ну так що ж, ви на другу сесію спеціально поставите йому четвірку, щоб вже він тоді платив. Цього року, щоб ніяких закидів з цього приводу не було, ми змінили трошки правила. Якщо він спіткнувся і отримав четвірку, то це бюджетне місце, воно не ліквідовується. Воно передається іншому, хто незалежно від бали на вступі, був протягом цього періоду відмінником і має найвищий бал по результатам сесії. Тобто, немає жодної зацікавленості когось там ставити четвірку, чи трійку через те, що це місце зберігається. І воно є постійно. І можна, навіть не маючи цих високих балів на вході, отримати можливість навчатись безкоштовно за рахунок у цього бюджету. І в связку з цим, друга позиція, перша була, ми хочемо залучити тих, хто має високі знання на вході, а друга позиція, з якої ми виходимо, це те, що немає жорсткого зв'язку між результатами шкільного навчання і результатами навчання в університеті. Є багато прикладів, коли після вступу в університет відбувається трошки переосмислення своєї позиції. І достатньо по-іншому ставитись до навчання, можна досягти значних і високих успіхів. І таких фактів надзвичайно багато є в житті. Через те я звертаюся до тих, хто, можливо, школу закінчує ще не з високими результатами. Подумайте, все-таки в житті дуже важливо визначитися з вашим майбутним. Ну і, звичайно, в нашій атмосфері не останню роль відіграє і те фізичне середовище, в якому навчаються студенти. Я думаю, ви йшли по університету і звернули увагу на те, що, в принципі, приємно знаходитись у цих приміщеннях. Вони відремонтовані, вони сучасні і створюють відповідну атмосферу. От, скажімо, коли заходиш до навчального закладу, а там трошки оберті стіни, десь стеля обвалилася. В туалеті зробили нас сучасний дотискувач. Прибито до подвірка і прибито до дверей кусок гуми. Це так було 50 з лишнім років назад у моєму колгоспі, де я виріс, так в клубі робили, щоб тепло не йшло. І вам говорять в цьому навчальному закладі, що, любі друзі, поступайте до нас, ми вас навчимо бути небідними. І зразу виникає питання. Так, почекайте, ви хочете навчити, щоб я був небідний? А чого ж ви, як церковна крися? А кажуть, так держава не фінансує. Вибачте, але ми не отримуємо з державних бюджету жодної копійки. І плата за навчання у нас абсолютно не вища, ніж в інших навчальних закладах. Ну, можливо, вища у тих, які просто демпінгують на цьому ринку. Але просто треба вміти розпоряджатись цими коштами. От зараз більшість університетів відправили студентів на вимушені канікули. Через те, що не можуть забезпечити тепловий режим в навчальному закладі. Як бачите, у нас з цим все нормально. Так, були проблеми, коли ми залежали від теплопостачання нашого міського. А тому в минулому році ми вирішили поставити власну котельну. Так, складно. Це прийшлось нам десь викраювати ці кошти. Але сьогодні вона стоїть у нас у дворі і в нас у приміщеннях теплі. Так от, якщо ви до нас прийдете, то ми теж научимо вас бути безбідними, бути багатими і вміти правильно розпоряджатись тим, що у вас є. От в таку атмосферу університетську я і запрошую вас. Дякую, що ви так уважно мене послухали. Я хочу представити ще одного участника нашого міського підприємства. Це проєктор по научно-инновационной роботі Сергій Борисович Холод. По развитию інноваций. Все те, що нове, інновационне, ви увидите і услышите в нашому університеті, знаєте, откуда растут у нього руки, ноги. Сергій Борисович, тільки треба микрофон говорити, а то трансляція віде. Я по-другому поговорю. Доброго дня. Приємно видеться в новий залі. Перед началом небольшого моєго спитча, я не буду вас довго упомляти, я хотів спросити вас, у кого із вас, знакомые, друзі, друзі, у знакомых кто-то учити в Государственних службах нашого міста? Я учити. Сміт, ви сидите здесь, не можете. Ну, додайтеся за робот на учити, то сутки на перший пункт. А где они сейчас находятся в новині за учебный рейд? В понедельник, то ли, середа, четверг, пятник? А ще где? Це вже скільки? Полтора міста? І скільки це буде продолжати, знаєте? День рейді мав. Я зрозумію на нього з конца на Салесандровича речі. Как выразился наш постоянный член ученого совета, генеральный директор Южного машиностроительного завода Войсер Николаевич, который не пропускает ненадолго заседать ученого совета, это преступление перед детьми, перед родителями, преподавателями, не пускать их на работу, не пускать их учиться, не давать возможности за 20 лет. Тяжело было, но мы поставили эту категорию, теперь посмотрите, у нас все студенты, преподаватели ходят без верхней одежды, имеют возможность учиться, узнавать новое, а летом ехать на стажировку и ехать отдыхать. В отличие от техники, которая будет учиться, то есть интеллигенция, либо не будут учиться, в чем я больше всего буду. Говорить о нашем университете я могу долго и часами, даже недели, потому что я здесь вырос, расту и профессионально, и духовно, и физически. Что касается небольшими тезисами, что касается отступительной кампании, каждый год на протяжении 24 лет мы сталкиваемся с одними и теми же тезисами, со стороны наших партнеров, я имею в виду вузы, государственной формы собственности нашего города. Каждый год нам приходят родители, побывав в нашей приемной комиссии, побывав в приемной комиссии других, мы занимаемся вот такими руководителями. Почему же нас отговаривают учиться в вашей университете, в вашей университете лучше, ремонтировать, больше возможностей узнать, преподаватели именитые. Говорят, что у вас не цены, где разбирают. Я эту правду разбираю эту цены, потому что каждый год на протяжении 24 лет. Не говоря уже об этом. Мы не специально не разворачиваем компанию, группе наших партнеров, потому что мы толеранты и дополнительные. Мы занимаемся делом. Мы предоставляем возможность вам совершенствовать, строить логические задачи, давать навыки, как ставить целью, как ставить задачу, как их решать. Предскушая вопросы о том, что выпускники университета смогут найти сразу высоко плачевого университета, повторюсь словами. Университет не есть предприятие, которое дает навыки. Здесь учат думать. Куча ставит целей, куча ставит задачи, мы их решаем. Навыки вы приобретаете, когда вы идете на работу. Человек стартует в любой сфере, в любой области, от трех месяцев до полутора лет, он убирает полностью все навыки. Но здесь он получает возможность думать и решать, что это делать дальше. Что еще? По поводу бюджетных мест. Да, это правда. Есть система мотивации. Если эта система будет себя праздновать, мы должны уменьшить количество денег. Не сразу, мы не уменьшим. По поводу трудоустройства и стажировок. Если вы обратили внимание, то мы идем на уменьшение срока отмечения на ногах. С четырех лет до трех месяцев. Наша идеальная цель, наша удача – это уменьшить до трех лет. Вам нечего сидеть, протирать, чтобы не достать. И в любом случае. Наша задача – взять жадь и знание, дать их к нам в руки. Дать их к нам для того, чтобы вы пришли, поздавали и слушали. Поздали и встыли немножко. Встрогали и встыли не вручили. А все знали. Что еще? Что еще я думаю? Не помню. Если будут вопросы, то я думаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я дам слово Анатолий Курасову, и я хочу поблагодарить вашу вопрос. Мне очень приятно приветствовать вас в зале, несмотря на то, что нам не языковано, я немножко скользко, все-таки мы пришли к нам и мы благодарны вас за это. И, конечно же, понимаете, что очень сложно, чтобы сказать больше, чем сказали мои понравивные коллеги, и я хочу поблагодарить и ответить на первый вопрос, может быть, который у вас родник. Вот у меня просто такая должность, не типичная для высшего учебного заведения, у меня это в руках нет больше проектора, а по качеству образования. У вас, друзья, у них единственное. Почему именно по качеству образования? Потому что на сегодняшний день очень огромное время внимания уделяется. Я хочу подчеркнуть еще некоторые особенности. Что понимается под качественным образованием? Под качественным образованием понимается такое образование, которое дает возможность выработать у наших выпускников именно те компетентности, которые нужны им будут при дальнейшем трудоустройстве. То есть мы закладываем какие-то результаты, которых мы хотим достичь в наши образовательные программы, и потом в конце мы получаем на выходе именно специалиста, который будет затребован рынком. Как мы это делаем? Опять-таки с помощью взаимосвязи с работодателями. Наши кафедры разрабатывают образовательные программы, основываясь на мнении наших уважаемых работодателей, выпускников, студентов. Мы разрабатываем именно такие программы, которые будут нужны. И закладываем туда именно те дисциплины, которые смогут сформировать те компетентности, необходимые им потом на выходе. Поэтому наши образовательные программы, они будут отличаться и могут отличаться очень существенно от тех, которые вы сможете найти в каких-либо других вузах. Обращаю внимание на то, что сейчас по нынешним современным требованиям 25% дисциплин должны быть по выбору. Это не только профессиональные дисциплины, которые затребованы по данной конкретной специальности. Это также и блок дисциплин, которые развивают так называемые soft skills, то есть навыки общения, презентации, самопрезентации, вопросы, связанные с коммуникациями, лидерством и так далее, выработка креативных решений. Это все то, что пригодится любому специалисту в любой сфере, где бы этот человек на выпускник не работал. За счет того, что наши студенты имеют возможность выбирать дисциплины из любой сферы, не обязательно из той профессиональной, которую они выбрали как специальность, у наших ребят есть возможность сформировать вот эти вот специальные такие знания и навыки. Еще мне хотелось бы обратить внимание на изучение иностранных языков. Анатолий Александрович сказал о том, что у нас есть англоязычные программы. Но обращаю ваше внимание, что возможность достойно освоить один иностранный язык, как минимум один английский, есть у выпускников абсолютно всех специальностей. Университет с самого начала своего функционирования выбрал такое основное направление своей деятельности, связанное не только с профессиональными, выработкой профессиональных каких-то знаний и навыков, а также и огромное внимание уделяется изучению иностранного языка по всем специальностям. С первого практически по пятый курс есть возможность изучать этот иностранный язык на достаточно глубоком уровне, что подтверждает, например, защиту дипломных работ магистров. У нас большинство магистров защищаются на английском языке, свободно владея им, и вы понимаете, какое это огромное значение имеет при трудоустройстве. Это серьезное конкурентное преимущество по сравнению с теми, кто такой возможности не имеет. Хочу также обратить внимание, очень часто родители задают вопрос, а есть ли у ваших студентов возможности международной мобильности? В очень многих европейских вузах такая практика уже годами развивается, когда студент, обучаясь в одном вузе, имеет возможность провести обучение в течение семестра в вузе в другом, либо же в этой стране, либо же в другой стране Евросоюза. Я вам скажу, что у нас такие возможности тоже есть, и у нас уже на протяжении нескольких лет наши студенты выезжают по программам Erasmus+, обучаться в высшие учебные заведения Польши, Испании, ну и есть еще, расширяем сейчас, появятся новые возможности. Ежесеместрово несколько человек из разных специальностей проходят этот отбор и имеют возможность обучаться преимущественно на английском языке в зарубежных высших учебных заведениях. При этом они еще и получают европейскую стипендию порядка 700 евро в месяц. И потом, естественно, возвращаются в университет. Мы спрашиваем о их мнении о том, насколько отличается, скажем, наш университет от того вуза, в котором они учились. И чаще всего мы слышим их мнение именно о том, что наш университет абсолютно не хуже, а в некоторых аспектах намного лучше, чем те вузы, в которые они приезжали. Это что касается программ международной мобильности. Обращаю также внимание на программы двойных дипломов. Они у нас есть практически по всем специальностям. Уже мы охватили весь спектр практически нашей специальности программами двойных дипломов. То есть, обучаясь у нас в университете, вы имеете возможность получить либо бакалавский, либо магистрский диплом еще одного зарубежного высшего учебного заведения. Что бы мне еще хотелось сказать? Мне бы хотелось немножко осветить те социальные инициативы, о которых говорил Анатолий Александрович и Сергей Борисович. Действительно, кроме грантовой программы, у нас есть возможность абитуриентам, ступникам, которые подали к нам свои заявления электронные. И на основании этих заявлений и баллов, которые они получили по ЗНО, выставляется определенный рейтинг. Так вот, если абитуриент занимает самую высшую позицию в этом рейтинге среди всех подавших нам заявления по данной специальности, то такой абитуриент, выбрав наш университет, имеет возможность обучаться абсолютно бесплатно все четыре года бакалаврата. И у нас в этом году уже пять студентов есть на первом курсе, которые поступили в университет и учатся бесплатно именно по вот этой социальной инициативе. Это реальная возможность, и поэтому если у вас достаточно хорошие успехи, вы можете ею воспользоваться. У нас есть также возможность обучаться бесплатно на первом курсе бакалаврата для тех вступники, для тех абитуриентов, которые имеют золотую и серебряную медаль. У нас есть возможность обучаться бесплатно первый семестр для тех абитуриентов, которые имеют больше чем 80% рейтинга среди тех баллов, по которым они сдали ЗНО. У нас есть различные инициативы, скажем, для выпускников одной и той же школы или учебного заведения колледжа. То есть если из одной школы или колледжа приходит больше чем пять абитуриентов, пять студентов становятся нашими первокурсниками, есть возможность получить скидки для всех из них. Есть скидки для тех ребят, которые являются не первым студентом в их семье в нашем университете. То есть если училась мама, папа, дедушка, бабушка, сестры, родные, братья, то тоже вы можете получить такие скидки. И еще я хочу обратить внимание на то, что если вы обучаетесь параллельно на двух специальностях, ну, раньше это была дневная заочная форма, то по одной из этих специальностей вы получаете скидку в 25%. То есть есть различные варианты действительно заработать, так сказать, своим умом и учиться бесплатно не только на бюджете в других вузах. Еще что бы мне хотелось сказать. Мне бы хотелось обратить внимание на то, что сейчас как нельзя важно, как настолько очень важно вам выбрать именно тот вуз, в котором вам будет обучаться, как комфортно, так и приятно, и в то же время результативно. То есть обратите внимание, пожалуйста, на то, чего вы хотите достичь, добиться в жизни. А родителям я желаю, чтобы все-таки ваши дети, может быть, иногда прислушивались к вашим советам, вы более мудрые и опытные, и сможете подсказать им правильное решение. Спасибо большое за внимание. Если будут какие-то вопросы относительно качества, относительно каких-то аспектов обучения в университете, я буду с удовольствием на них отвечать. Я хочу дополнить. Раз, раз, работа. Сейчас интересная тенденция начала наблюдаться последние годы. Если раньше решение о вступлении в высшее учебное заведение в 90% случаев принимали родители, то последние три года мы наблюдаем тенденцию, что начинают родители слушать своих детей. И это не разовая ситуация, и не трехразовая, когда дети приходят и говорят маме с папой, я буду учиться в университете Нобеля, делай, что хочешь. Так и есть. Вы молодцы. Наверняка у многих из вас, кто собирается поступать в этом году, очень много вопросов по правилам приема. По особенностям вступительной кампании, по срокам, по тому, как и какие сдавать ЗНО, когда и в каком виде подавать заявление. На этот вопрос ответит Любовь Григорьевна, Бойко, ответственный секретарь приемной комиссии. Добрый день. Я постараюсь коротко, потому что немножко подустали. Немножко устали, поэтому я постараюсь коротко. Первое, что хочу сказать, за последнюю неделю только, когда мы проезжали по школам нашего города и других городов области, мы увидели, что многие абитуриенты, многие выпускники не знают еще особенностей приема в этом году. Самый элементарный вопрос задавали, сколько заявлений можете подать в высшие учебные заведения? 3, 5, 7, кто больше называется. Я вас очень прошу, познакомьтесь с условиями приема и очень внимательно прочитайте правила приема. До 15 января все учебные заведения должны были их утвердить, и с 15 января уже появятся они на сайтах, по крайней мере наши правила приема на сайте университета уже оприлюдны. Можно посмотреть, почитать все особенности, которые касаются поступления. Значит, с чего я хочу начать? Я вас очень прошу, на что обратить первое, когда вы приходите в учебные заведения, в наше или в другое, спрашивайте лицензию, это основной документ учебного заведения, есть ли у них разрешение на образовательные услуги, может ли это учреждение давать образовательные услуги, посмотрите, есть ли лицензионный объем какой, потому что абитуриенты, часто в онлайн режиме общаемся с ними, они спрашивают, а что такое лицензионный объем? Количество мест, вот количество мест на специальность маркетинг, количество мест на правоведение, сможете ли вы получить диплом, до которого года эта лицензия? И еще на что обращайте внимание, на образовательные программы, это тоже я с опыта говорю, вот говорили вам сегодня, что мы образовательные программы составляем самостоятельно, и другие учебные заведения тоже это делают самостоятельно. пошли студенты в разные учебные заведения, вот в эту зимнюю сессию приходило уже 6 человек с просьбой перевестись первокурсников, потому что обнаружили, что на специальности туризм нет иностранного языка, еще чего-то там, изучайте программы образовательные, смотрите, чему меня будут учить, какие дисциплины будут преподавать, насколько мне это надо, потому что иногда от качества вот этой образовательной программы зависит и цена за ту или иную специальность, куда вы будете поступать. Следующее, на что хочу обратить внимание, я не буду говорить, кто может поступать в наше учебное заведение, могут все поступать, и те, которые школу закончили, те, которые имеют диплом младшего специалиста, и те, которые хотят получить степень магистра, и в MBA для получения второго высшего образования, я хочу сказать, что вы с первого курса действительно можете учиться за несколькими специальностями одновременно, или дневная заочная форма, или две дневных, о которых уже говорил Анатолий Александрович. Следующая особенность условий приема в этом году. Принимаются результаты ЗНО за 2016 и 2017 год, и увеличилось количество тех людей, количество категорий абитуриентов, которые могут поступать по вступительным экзаменам. Я сегодня вам не буду перечислять, это все есть в правилах приема, потому что были только три категории, там те, которые имели особенности здоровья, такие, которые не позволяли сдавать ЗНО, те, которые вернулись с военной службы в этом году. В этом году таких девять категорий, дети-сироты, чернобыльцы, и те, которые принимали участие в боевых действиях, и так дальше, и так дальше. Посмотрите, пожалуйста, это уже все есть в правилах приема, если кого эта информация интересует, или подойдете в индивидуальном порядке и отвечу. Следующее. Посмотрите, пожалуйста, в этом году уже с 29 июня вы будете иметь право работать в своих электронных кабинетах, то есть сканировать и вносить туда информацию о документах в вашем образовании, для того, чтобы потом приемная комиссия с 12 июля могла зайти и посмотреть вот эти скан копии, для того, чтобы проанализировать, правильную ли информацию вы предоставляете приемной комиссии. С 29 июня вы имеете право работать в своем электронном кабинете. Прием заявлений на дневную форму обучения начинается 12 июля во всех учебных заведениях и в нас в том числе. Следующее. Прием заявлений той категории абитуриентов, которые будут сдавать экзамены или вступительные испытания, какие-то собеседования, там разные есть вступительные испытания, заканчивается 20 июля. А от всех остальных, которые приходят на обучение по результатам ЗНО, 26 июля. И будет рейтинговый список после 12 часов 1 августа. Это во всех учебных заведениях. Если вы идете на бюджетную форму обучения, то до 5 августа вы должны выполнить условия для поступления и до 7-го будет зачисление. В нашем учебном заведении, как и во всех, которые имеют негосударственную форму, зачисления будут не позже 30 сентября. Что это значит? Это не значит, что вы будете не зачислены до 30 сентября. Просто мы имеем возможность дозачислять. До 1 сентября мы зачислили абитуриентов, а кто-то вдруг пошел учиться в другое высшее учебное заведение, проучился неделю, ему что-то там не понравилось, он имеет право отчислиться и еще до 30 сентября успеть перейти в высшее учебное заведение негосударственного. Я прошу. Единственное условие, вы обязательно должны подать заявление электронное к нам при этом. Если не подали, то мы уже вас взять потом не сможем. Я об этом позже хотела сказать. То есть, негосударственным учреждениям предоставляется возможность продлить срок приема вас. Ну, конечно, в том случае, если документы были поданы в наше высшее учебное заведение. Заочная форма обучения. Здесь документы принимаются немножечко позже. 24 июля это для тех, которые подадут на дневную, возможно, какие-то обстоятельства будут. Ну, мы решили, вот каждое учебное заведение имеет возможность саму сроки устанавливать, поэтому ученым советом были утверждены такие сроки приема документов. 24 июля, и вы видите второй этап, мы оставили еще время для тех людей, которые всегда куда-то опаздывают. Вот, когда заканчивается прием документов, обязательно кто-то звонит и говорит, ну, как я опоздал, ну, вот только вот хотел и опоздал. Вот для тех, которые опаздывают, с 18 сентября будет еще один этап приема документов. Вы видите, когда заканчивается прием документов, не буду все читать, когда будет рейтинговый список и когда зачисление тех, которые подадут документы на заочную форму обучения. Вся эта информация тоже есть на сайте, поэтому я не буду детально подробно останавливаться. Сегодня в зале присутствуют те, которые пришли к нам с колледжей, то есть они получат диплом младшего специалиста. И мне тоже немножечко вот в беседе здесь перед началом дня абитуриента обнаружили, что тоже не полностью информированы. С дипломом младшего специалиста можно поступать на сокращенную форму обучения, то есть на третий курс мы еще говорим, по своей родственной специальности. А если специальность какая-то другая, вот я закончил экономику предприятия в колледже, а хочу на психологию, то возможен второй курс или третий, в зависимости от академразницы. Вот пришли с колледжа и говорят, сдавать ЗНО, не надо вам сдавать ЗНО, вы имеете возможность начать обучение со второго курса на любой специальности. Так что будете сдавать вступительные экзамены здесь, у нас в высшем учебном заведении. И для вас сроки обучения и сроки приема документов, зачисления, проведения вступительных испытаний вот тоже на доске. И тоже есть и первый, и второй этап для заочной формы обучения. Я не буду тоже все перечислять, потому что эта информация есть на сайте. Точно такие же сроки отдельно определены и для тех, кто будет поступать в магистратуру. Я хочу еще на что обратить ваше внимание. В этом году и за дневной, и на дневную, и на заочную форму обучения будут подаваться заявы только в электронной форме. На первый курс, кто желает поступить, только электронная форма заявления будет приниматься всеми приемными комиссиями, и на дневную, и на заочную форму обучения. Какие документы? Вы знаете, они не особенно изменились, ничего не изменилось по сравнению с прошлым годом, это тоже информация есть на сайте, есть в правилах приема, не буду подробно останавливаться. У вас есть буклетики, вы общались уже с преподавателями, заведующими кафедрами, у вас есть какие ЗНО надо сдавать, на какую специальность, я еще вам немножко эти слайды покажу. Значит, что на филологию, три специализации, перевод английского литературы и прикладно-лингвистыка, три ЗНО. Мне тоже перед началом нашей беседы задавали вопросы, а что такое коэффициенты? Коэффициенты, которые стоят в табличке 0.3, 0.4, 0.2. Это коэффициент, на который будет умножаться ваш результат ЗНО, для того, чтобы получить в конце конкурсный балл. Я вам в конце немножечко расскажу, что это такое. для специальности право, туризм и маркетинг, ЗНО украинской истории и наземной географии, для специальности международные экономические отношения, менеджмент, экономика, тоже две специализации экономика, предприятие, экономическая кибернетика, для специальности предприятие, 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 политология, перечень ЗНО, для специальности и финансы, облики и подоскувания, социальная работа и психология. Вот это те предметы ЗНО, по которым будем мы принимать наших абитуриентов во время вступительной кампании. Я напоминаю, что на госзаказ вы можете подать только на четыре специальности и не больше девяти заявлений. На места контрактные, то есть вот на места, которые в нашем вузе мы вам предлагаем лицензионные, подается неограниченное количество заявлений. То есть вы можете определиться с выбором, даже если вы подаете на бюджетные места, вот там девять заявлений подали на бюджет, подайте обязательно на контракт. Это ни к чему вас не обязывает, но у вас будет подстраховка и вы можете всегда выбрать тогда контрактное место, если случились какие-то обстоятельства, или вы не прошли на бюджет, или вы все-таки определились, что образование в частном вузе будет для меня лучше, чем в государственном. так. конкурсный балл считается? критик критик вы можете на логички умножить в «эсер» второй предмет на свой La коэффициент и плюс аттестат, балл аттестата умножается на 0.1. Вот это ваш конкурсный балл. Это сумма, и средняя от этой суммы, это конкурсный балл, по которому будет выстраиваться рейтинг, и вы увидите в рейтинге только одну цифру, например, 168,4. Это будет средняя вот этой суммы, о которой только что шла речь. Для тех абитуриентов, которые пришли с колледжей, у вас будет собеседование, вступительные экзамены по специальности, и это оценивание происходит по стопольной системе, плюс средний балл документа об образовании. Ну я постаралась кратко все. Я еще на что хочу обратить внимание. Я обращаюсь с большой просьбой. Зарегистрируйтесь на пробное тестирование. Оно длится еще до 31 января. Пожалуйста, попробуйте. Я понимаю, что это платно, но хотя бы на одно тестирование зарегистрируйтесь. Попробуйте, пройдите эту процедуру, посмотрите, попробуйте распределить время, попробуйте распределить так время, чтобы у вас получилось и черновик заполнить, и чистовик все перенести. Посмотреть, что это такое, прослушать всю процедуру тестирования. Вам будет гораздо проще тогда. А тестирование, регистрация на основную сессию будет 6 февраля. Это уже вы самостоятельно или ваше среднее учебное заведение будет организовано проводить, потому что вас эти ЗНО перейдут в аттестацию, как державные экзамены, державная аттестация. Призываю вас, выбирайте как можно больше предметов. Ну, их разрешается 4, вот все 4 на 4 предмета регистрируйтесь, потому что иногда случается так, что тот предмет, который я знал лучше всего, почему-то вдруг получилась оценка хуже всего. Пусть у вас будет возможность варьировать вот этими предметами ЗНО. Больше выбор будет специальностей, больше будет выбор учебных заведений для того, чтобы вы могли стать студентом и осуществить свою мечту. Ну, я не знаю, вроде бы все. Секундочку, а можно еще один, вот я слышала реплику, Валентина Андреевна сказала, да, о том, что нужно документы проверить. Да, совет от мамы. За день, за два до ЗНО проверьте, пожалуйста, наявность всех документов, паспорта, все, что необходимо, потому что бывают случаи, когда потом судорожно приходится их искать. Можно еще один совет, так как участвовала в принятии ЗНО. В момент выхода ребенка паспорт у него проверьте. Потому что было очень обидно, когда девочка приехала из Синельникова и приехала без паспорта. Мы просто физически не могли ее... Да, да, там был момент, когда на такси и Агарина, чуть ли не с вертолета, там этот паспорт ее доставляли. Родители. Дети волнуются, мы тоже волнуемся. При выходе оставить дома наушники. Телефоны нет, телефон можно проверить, чтобы, ну, как бы с телефоном они выкладывают. Наушники. Это то, что молодежь нынешняя не замечает у себя в кармане. Она не воспринимает его как постороннюю вещь. Это то, с чем они живут. Поэтому наушники оставить дома. Потому что сейчас под правилом ЗНО, если вас проверяют с рамкой, и вас загремели наушники в кармашке, просто удаляют из ЗНО и не разрешают дальше его продолжать. То есть есть определенные нюансы и требования. Поэтому и пройдите, ну, пробное, да, но родители, пожалуйста, вот этот момент проконтролировали. Было два очень обидных слезных случая, поэтому по живым ранам такие советы даем. Мы будем закругляться. Я сейчас немножко хочу дать информацию для тех, кто уже немножко подскучал. Это наши абитуриенты, которые поступают в первый курс. Да, вы будете учиться. Но вы будете не только учиться. У нас в университете есть студенческое самоуправление, есть студенческий совет, есть студенческий ректорат. Наверное, знаете, что учатся у нас ребята с 9 часов, и это заслуга студенческого совета, который провел голосование, и большинство сказали, что на 8.30 им рановато ходить, а вот на 9 как раз в самый раз. Очень много мероприятий действительно проходят в университете. И это неотъемлемая часть студенческой жизни. Это и фестивали, и конкурсы, и конкурсы талантов, и научные конкурсы, и совместные поездки, и поездки в пределах города на экскурсии, и поездки в пределах Украины. Некоторые ездят, да, даже в пределах заграницы. Это совместные какие-то творческие работы, это очень много клубов и мастер-классов, которые проходят в университет. Это возможность тесно общества, это квартирники, надо похвалить наших ребят. Это от нас пошла такая традиция, сейчас уже они начинают появляться в других вузах. Это когда народ собирается в аудитории, когда поют под гитару, когда пьют чай, когда общаются. На самом деле, мне кажется, что этот момент, он очень сближает аудиторию. Это та студенческая жизнь, которой так хочется, и о которой с такой ностальгией сейчас вспоминают родители. Кстати, для родителей, которые очень сильно с ностальгией вспоминают свою студенческую жизнь, есть уникальная возможность. По правилам приема есть возможность, если у вас раньше не было, вот еще в прошлом году первый раз было, когда есть у вас диплом специалиста или бакалавра, любой специальности, которую вы закончили, но вы работаете сейчас по другому профилю, есть возможность за полтора года получить высшее образование, магистра. Уточнение, пожалуйста, мы ответим на все вопросы. Но воспользуйтесь этим шансом. Неизвестно, что придумает наше министерство по правилам приема в следующем году. Пока есть такая возможность. Плюс вспомнить, окунуться в студенческую жизнь, посмотреть, чем живут и дышат ваши дети. Еще один момент чисто организационный. Общежития у нас есть, их два. Столовая у нас есть, кафетерии у нас есть. Поэтому дети кушают горячие. Не переживайте за то, что они тут просидят с утра до вечера и испортят себе желудки. С этой точки зрения в университете все организовано так нельзя лучше. Спасибо вам большое за то, что вы нас послушали, за то, что вы устали, но все равно продолжали нас слушать. Если у вас есть какие-то вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Если индивидуальные вопросы, вы можете спуститься вниз приемную комиссию. Студенты колледжей и техникумов, останьтесь, пожалуйста. Мы с вами поговорим отдельно для тех, кто хочет сдать пробные вступительные экзамены. Всем остальным большое спасибо. Если есть вопросы, вопросы задавайте. Вопросы. Еще, ребята, у нас есть страничка ВКонтакте, родители в Фейсбуке. Интересная информация новая о проектах, о олимпиадах, о профессиональных каникулах, о особенностях ЗНО, о том, как писать, какие документы оформлять. Это там есть. Подписывайтесь. Я думаю, за это время вы получите там много информации. Как нас найти быстро? У вас в буклете с той стороны есть информационная страничка. Вы забиваете в компьютер, то есть в поисковую строку, и вы находитесь. В каждом буклете, в любом, там есть информационная страничка. Вопросы ваши? Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.